Казахская белоголовая порода коров Характеристика Казахская порода коров заслуживает внимания животноводов-любителей, решивших приобрести скат мясного направления. Этот КРС отличается быстрым набором массы, неприхотливостью в еде и содержании. Кроме того, животные – спокойные, плодовитые, а здоровые. История создания породы, как видно из названия, белоголовая порода КРС выведена учеными Казахстана. Произошло это в середине прошлого века. Для экспериментов по селекции использовали местных и калмыцких коров, а также известную породу из Англии – геррифорд. Несмотря на то, что местные породы были больше молочного типа, молока они давали в ограниченном количестве. Мяса от них тоже было немного. Дело – в степной местности со скудной растительностью. В результате получилась разновидность КРС – внешне дублирующая геррифордов. Люди, впервые видевшие животных, могли не сразу понять, что это не мясной скот английской селекции. Казахская белоголовая порода коров на самом деле порода нового поколения взяла от родителей только лучшее. Мясная продуктивность, внешние характеристики оказались от геррифордской породы, выносливость, крепкий иммунитет, устойчивость к переменам. Погода, способность набирать вес от подножного корма – это получили новые особи от казахских и калмыцких животных. За свою работу селекционеры удостоились государственной премии Казахстана. Казахская белоголовая порода коров прославила республику. Туда приезжали эксперты со всего мира, чтобы лично увидеть разработки и обменяться опытом. Обратите внимание, деятельность по усовершенствованию породы ведется до сих пор. Ученые поставили задачу увеличить количество получаемого молока и превратить белоголовый КРС из мясного вида в смешанный молочно-мясной. Описание Экстерьер животной бочкообразный, мускулистый, с массивной головой. Мышечный каркас крепкий. Рост в холке 130-140 см. Длина тела 150 см. Грудь в обхвате может достигать 185-195 см, что характерно для мясных представителей. Подгрудник массивный, развитый. У быков подгрудник имеет четкий выступ. Телосложение коренастое, ноги короткие, мощные, устойчивые. Окрас непосредственно напоминает гирефордский. Морда и часть головы белые. Светлые участки в виде удлиненных пятен присутствуют на животе, груди и не в конечностях, в хвостовой части. Остальной покров кирпично-коричневый. Допускаются и другие оттенки красного. Особенности шкуры кожи эластичная, плотная. Ее особенность в том, чтобы быстро накапливать подкожный жир, а также оперативно сбрасывать массу. Накопление происходит перед холодами. Благодаря такой черте, животные без проблем переносят суровые зимы перепады, температур при этом не болеют. Защищаться от мороза в животном помогает теплая шуба. Шерстяной покров, так же как и эластичная кожа, имеет свою необычную способность. Летом шерсть гладкая, блестящая, короткая, как у обычного скота. Но перед зимой питомцы активно линяют. В результате к холодам они имеют удлиненную мохнатую шерсть. У некоторых особей она курчавая, у других прямая. Дополнительная информация. Благодаря мощному строению тела, коровы без проблем производят на свет потомство. Помощь ветеринара в процессе тела не нужна. Новорожденный теленок имеет небольшой вес, около 20-29 кг. Кожа эластичная, плотная, характеристики казахский белоголовый и крупный рогатый скот быстро набирает массу. Уже к 7-8 месяцам бычок весит около 300-450 кг. К полутора-двум годам его масса приближается к 700-900 кг. Взрослая корова весит около 500-650 кг. Быков забивают в возрасте 2-2,5 лет. Выход продукции после убоя колеблется от 55% до 73%. Высокий показатель чистого мяса дает бык, который был кастрирован. Низкий показатель отмечен у коров. Плодовитость КРС высокая. Половая зрелость наступает у женских особей примерно в 9 месяцев-1 год. Мужские особи готовы к продолжению рода в 17 месяцев. Стильность проходит легко и длится 9,5 месяцев. При должном уходе скат может размножаться на протяжении 10-13 лет. Даже несмотря на мясное направление, толки дают молоко. За одну лактацию хозяева получают около 1-2 тонны продукта. Его жирность 4%. Мясо вкусное, сочное. Как у гельфордов, говядина получается мраморной. Средняя продолжительность жизни питомцев 18-24 года. Дольше всего живут домашние особи. Порода разводится в Казахстане и Украине, странах постсоветского пространства, центральной России и Урале. Самарский, саратовский, оренбургский климат также подходит для обитания этих животных. Разведение и уход. Казахская белоголовая порода коров характеристика которой содержит сведения о неприхотливости, действительно может выживать в самых сложных условиях. Но для получения качественной продукции необходимо организовать грамотные условия содержания. Жилища – особенность животных в любви и к свободе. Поэтому лучше всего их не содержать в небольших стойлах. Самое лучшее жилище в теплое время года – открытый загон. Зимой животных переводят под навесы. Главное, чтобы у каждой особи была утепленная подстилка. Ее делают из сена, соломы с опилками. Каждые два дня к подстилке добавляется новый слой. Старый слой по возможности вычищается, но не убирается. Важно! Обитатели коровника разных возрастов должны жить отдельно. Для телят, взрослых быков и коров определяется своя область. Кормление породы оправдывает свое направление и очень быстро набирает массу. В летнее время года вес увеличивается за счет подножного корма. Как только на улице теплеет, появляется растительность, животных выгоняют на пастбище. Дополнительно в летнем рационе животных присутствуют концентраты, комбикорм, зерновые культуры, корнеплоды. Обычно такая еда предусмотрена для коров, дающих молоко, недавно родившихся телят, быков, которых растят в качестве производителей. Важно! Несмотря то, что казахская белоголовая порода кайрес может без проблем переносить отсутствие воды, теплая чистая вода обязательно должна присутствовать в загонах. Зимой питание питомцев отличается разнообразием. В числе необходимых продуктов – силос, солома, корнеплоды, овощи, картошка, концентраты, зерновые смеси. Хозяева обязательно дают соль, костную муку, кормовые фосфаты. После отела женские особи получают сахарную свеклу, морковь. Выгул свободолюбивым животным не подходит выгул на привязи. Они ведут себя очень миролюбиво и способны гулять в составе стада по зеленым полям и лугам. Для добычи питания питомцы порой в день проходят несколько десятков километров. Преимущество Животные отличаются способностью длительное время обходиться без воды казахской белоголовая, как и другие казахские и калмыцкие породы неприхотливы к еде. Большую часть рациона составляет растение, которое она находит на пастбищах. Все теплое время года кайрес проводят на полях и лугах. Животные отличаются способностью длительное время обходиться без воды. Интенсивный набор массы с самого рождения. Этим порода напоминает шоргорнскую головистку и пер. Как у гирифордов и шаролесских представителей, у белоголовой вкусное, не сухое мясо. Говядина относится к мраморному виду. Благодаря коже способны оперативно запасать жир. Скат не худей даже при постоянных многокилометровых переходах на выгуле. Казахская белоголовая, как и абердин ангузская, хорошо себя чувствует и в теплом климате и в прохладном. Быстро адаптируется к новым условиям. К тому же у белоголовой при приближении холодов отрастает густая шерсть. Большой плюс данной разновидности кайрес не слишком высокая стоимость по сравнению с другими быками и коровами. Цена начинается от 130-180 рублей за килограмм. К примеру, за чистокровный гирифорд хозяева опросят по 300-500 рублей за кг. Недостатки. Слишком узкие скелетные кости. Они ограничивают набор максимальной массы. Например, такой, как у бельгийской голубой породы представители, которая отъедается до 1,1,2 тонны. Часто наблюдается повышенная жирность мясного выхода. Это существенный минус для вкусовых характеристик. Поведение коров меняется после тела. Они становятся агрессивными и слишком привязываются к потомству. Этим они напоминают абердинангуссую, семментальскую породы. Рекомендации от ветеринаров. Важно соблюдать жизненные циклы коров. Осеменять их рекомендуется в конце весны, начале лета. Теленка лучше не отсаживать от матери до того, как ему исполнится месяц. Материнское молоко повышает иммунитет. Загоны и крытые коровники должны своевременно чиститься и обрабатываться от грызунов. Порода обладает крепким иммунитетом, но это не отменяет вакцинацию питомцев. Экономная порода подходит для животноводов, которые только начинают заниматься разведением КРС. С казахской белоголовой не возникнет никаких сложностей. Животные спокойные, неприхотливые. Мяса от них можно получить достаточно 55-77% от массы. Однако следует учесть предпочтение скота. Он любит свободный выпас и просторные загоны. 0.0 World Article Rating Субтитры создавал DimaTorzok